19 января свой профессиональный праздник отмечают патологоанатомы. Об этой профессии ходит много мрачных легенд. Но сегодня это не только врач, делающий вскрытие. Его основная и самая весомая часть работы – прижизненная диагностика заболеваний. Это огромная помощь для врачей в установлении правильного диагноза и выбора грамотной стратегии лечения пациента. Виталий Сылко в этой профессии уже больше 15 лет. Он отметил, что важными качествами тут являются любознательность, эрудированность и ответственность. Эмоций нет, погружаясь в работу. То есть уходишь, ты занят поиском, анализируешь, что находишь, но ты отключаешься от всего. Просто делаешь свою работу без всяких эмоций. Единственное, тяжело привыкнуть к вскрытию грудничков, младенцев, детей. Тут, конечно, эмоции есть. И очень неприятно, если сталкиваешься с людьми, которые знал при жизни. Виталий Анатольевич пояснил, что знать все невозможно, так как приходится иметь дело со всеми специальностями, которые есть в медицине. В данном случае книги выручают и помогают найти ответы. Есть такой миф, что мы только вскрываем. Вскрытие занимает где-то 10-20% нашей работы. Остальные 80-90% это прижизненная диагностика. Нас просто не видят пациенты, но мы ежедневно заняты онкопоиском, поиском, изучением материала тканей и клеток от живых лиц. То есть к нам поступает материал в удаленное время операции с целью диагностики или подтверждения диагноза. Мы ищем онкологию, в первую очередь настроенную на поиск онкологии. Работа в данной сфере имеет как плюсы, так и минусы. Но неизменно является важной профессией в нашем мире. Анастасия Шиховцова, Григорий Волков, программа «Время местное». Продолжение следует...